Резолюция требований. Там несколько боксов, в которых записаны конкретные требования. Требования к кому? К тому, к кому мы отправим письмо. Эти требования будут отправлены президенту, эти требования будут отправлены в Верховную Раду, эти требования будут отправлены в Министерство внутренних дел, эти требования будут отправлены Генеральному прокурору. Сейчас здесь на митинге вы можете сказать, кому мы еще сможем их отстраивать, потому что на этом митинге не будет выступающих, как допустим я сейчас. Я начинающий. То есть я начинаю, я координирую ваши действия. Вы будете иметь право сказать свое слово сами здесь. Каждый человек должен иметь право сказать свое мнение по любому поводу. И еще я хочу добавить. Здесь сейчас у нас официальная акция. Она оформлена вполне законно. Если любая акция оформляется вполне законно, значит она находится под охраной нашей милиции. Это их обязанность. Так вот, в этом ключе я хочу сказать. Этот митинг, пусть не думает, может могут быть провокации. Пожалуйста, те кто будет сейчас здесь стоять, не поддавайтесь на провокацию. Свои инициалы, номер телефона и подпись. Они будут приложены к письму требованию, которые будут вложены в письмо и отправлены по тем адресам, которые я сказал. Или вы добавите, кому еще нужно отправить. Заходите в ООН, отправим в ООН. Заходите в ООН. Гетьманская булава. 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 Гольба, гольба! 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 Гольба, Гольба! Лукамида святая, самая не перед casserole, родивка, это оплакиваемый предпадает того, что у вас забыла! Я пришел спросить у вас, почему вы напротив администрации митинговой? Я повышал, почему ганьба? Ко мне хорошо и по доброму. А у вас какие конкретные проблемы есть сегодня с Гарьковой? О, секунду, секунду, секунду. Он меня тоже не устраивает. И то, что случилось, я не слышу, не кричит. Если вы хотите что-то сказать, подойдите, я с вами поговорю. Я вас прошу, не делайте, будьте клоунами. Скажите мне, пожалуйста, вы думаете, что я разделяю то, что произошло в Николаевской области? Тогда выступите. Я выступал сегодня. Для всех, для харьковчан. Давайте мы сделаем так. Вы не учите, что мне делать, а я вам не буду говорить, куда вы будете. Вы не харьковчане или не все харьковчане? Значит, давайте мы с вами одну вещь разделим. Отдельно мухи, отдельно котлеты. Если вы хотите знать мое отношение к тому, что случилось, это продукты. Оно негативное. И я считаю, что этих людей нужно посадить по самой максимальной статье. Публично. Я доскажу. Посадить-то мало. Их надо гастрировать. Но я не думаю, что это цивилизованные методы. Хотя не мешало. Это первое. Второе. Второе. Если вы считаете... Так вы из-за чего пришли? Из-за языка? Из-за языка или из-за милиции? Не смешите меня. А теперь дальше. Те, кто хочет меня, слышат. Те, кто хочет меня, слышат. А кто там так кричит? Вы мне, Михаил Маркович. Спитал, Маркович, этот митинг ранен за вами. А вы кто? Я координатор этого митинга. Хорошо. Прекрасно. Вы сейчас... Давайте мы сейчас... Украинскую! 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 Сейчас-то послушаем. В чем таким сейчас мегафором? Вы мне ничего не давайте то, что я сам возьму. Вы меня послушайте. Вот вы же здесь все кричите. Я один из вами стою. Я не кричу. Я ехал домой. Из прекрасного спектакля, который поставил польский режиссер и сыграли украинские актеры. Нахожусь в прекрасном настроении. Увидел людей, которые сегодня митингуют возле оборудования. Увидел плакаты. Я подумал, может что-то у нас случилось. Вы организаторы. Здесь... Я вам хочу... Координаты. Я вам хочу сказать. Здесь люди, которые стабильно выходят. На дни и те же митинге. Забьют. Залез. Теперь за милиционер. Я хочу спросить. Ладно, если есть вопросы к парку. У каждого есть своя точка зрения. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Сегодня люди видят, что сделали из парка Харьков. У меня к вам вопрос. Какое отношение имеет Харьковская власть? Вы почему комментируете оба? У меня вопрос. Вы вчера офицера. Отойдите. Отойдите. Власть. Мы можем вам помочь. Власть. Она должна выполнять свою. Мы стараемся. Прекрасно. Случай в Абрадьевке показал, как прекрасно работают. Почему допустили это оборотня. Почему все психологические тесты. Отдайте. 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 Они должны забудеруться или что-то. Да. Тот, кто меня хочет услышать. Он принял. Конструктивная позиция. У меня в голову. Разрешите, я продолжу. Анатолий Реснянский. Сейчас секунду. Отдайте. Можешь убрать кровати, пожалуйста. Пошли. 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 Отдайте. Отдайте. Они так могут быть болезненными. Они так могут попасть на августе. Что я не упомяну. Что я не упомяну. Я не упомянула. Шановые депутаты. Шановные депутаты. Прошу вас. Я думаю, все мы могли задать вопрос о властной организации. Министр внутренних дел говорит о том, что не нужно было штурмовать. А я это считаю, что штурм райотдела это был акт самозащиты народа от вооруженной преступной группы, именово МВД. У вас какое образование? Я вам хочу сказать, как юрист пообразовать. Я с вами по сути согласен. Нападение на милицию это была попытка не дать скрыть преступления, которые пытались скрыть высшие люди по званию из других ведомств. Я согласен, что это акт самозащиты. Но там возбуждено уголовное дело, если вы разобрались, не в отношении людей, а по факту. И поверьте моим словам, оно будет закрыто без единого обвиненного человека. Потому что сегодня министр, вчера генеральный прокурор сказали, нельзя не расследовать преступление, если оно есть. А любой штурмами среднего здания это преступление. Но давайте ждёмся, чем закончится. Если, я вам даю слово, если осудят хоть одного человека, который штормал в основании, я хочу выступить и поддержать позицию тех, кто считает что-то не закон. Но, но, я хочу вам сказать, но, если любую... У нас определённое время по заявке, пожалуйста. Я хочу любую день превращать в фарс, если... Разрешите наши люди, буду рассказывать. Если... А я вам не мешаю, площадь большая, занимайтесь своими делами, занимайтесь своими делами. Если вы будете привлекать сюда, в эту трагедию, которая случилась в Николаевской области, политические силы, мы никогда в жизни не расследуем это так, как должно быть. Потому что одни будут пытаться доказать свою право тут полетить. Полетить с собой. Я говорю, что Мороз имеет право на самозащитие. И когда такой вот способ, который был в Вермонтане, это был единственный доступный способ. У нас есть пожившие обстоятельства. Я ещё раз вам хочу сказать, что если... Вот меня послушайте. У нас здесь замечательный народный априсы, уважаемые профессиональные в Миндии Титаруицы. Я хочу вам сказать. Я выхожу и общаюсь с людьми, глаза в глаза. Мне вот эти все крики гопников от политических сил готовы. Они в Миндии. Если есть вопросы, пожалуйста, мы открыли. У меня есть желание побегать в дудку и постучать по будню. Но я вам не помощник. У нас хорошая консерватория. Там могут обучиться. А зачем вы сюда пришли? Он сказал, что это будет. Что это будет на голову? Что это его заступные керзали? У вас пытаются. Гей! Вандур! Гей! Вандуй, эй! Вы, как человек, который наделен властью, у вас есть депутатский мандат, вы обязаны делать все для того, чтобы не было бардака. Вы, как еще раз, я вышел, как минимум с вами не разговариваю, но мне вас носить. Ну так скажите, так скажите людям, что вы хотите от меня высказать? Скажите участок комитенного, я даю вам мегаспорт. Как нормальный, обыкновенный человек, гражданин Украины, выступите на митинге, а вы забираете мегаспорт. Михаил Маркович, вы забираете внимание людей, вы забираете у нас все право сказать свое слово. Вы заключаете бандителю в роде. Выступает Михаил Маркович. Уважаемые дарьковчане, те, кто пришел сюда выразить свою позицию по поводу ситуации, которая сложилась в Николаевской области. Я обращаюсь ко всем, кто приходит сюда стабильно, как на все митинги, которые организует Батькивщина. Я не люблю вашу позицию, откровенно вам скажу. Я считаю ее, я имею в виду Батькивщину, я считаю ее абсолютно деструктивной. Но коли вы собрались, я хочу вам сказать, что как гражданин Украины, как отец четырех детей, трое из которых дочери, я категорически осуждаю ситуацию, которая произошла в Николаевской области. Я осуждаю тех, кто это сделал, и тех, кто пытался покрывать. И если вы прочистите господину Варченко свои уши от бютовской пропаганды, которая серой там уже засела, вы услышите, что и президент сказал, что главная задача, чтобы не остался никто безнаказанный. Так, друзья, мы посмотрим, все остальное у тех клоунов. Поэтому передаю вам дальше микрофон. Шановные участники Митинова, на вмину от этих нас, президент имеет реальные возможности для того, чтобы делать, а не только говорить. Можно просто говорить? Пожалуйста, я говорю. Спасибо большое. Давайте, Михаил Маркович, пообщаемся конкретно с тем человеком, у кого есть проблемы и вопросы. А мы продолжим, нас видите, немножко в сторонке. Давайте продолжим. Которые творят, понятно, что другие молчат. Я люблю свою позицию по поводу ситуации, которая сложилась в Николаевской области. Я обращаюсь ко всем, кто приходит сюда стабильно, как на все митинги, которые организует Батькевщина. Я не люблю вашу позицию, откровенно вам скажу. Я считаю ее, я имею в виду Батькевщина, я считаю ее абсолютно деструктивной. Но коль вы собрались, я хочу вам сказать, что как гражданин Украины, как отец четырех детей, трое из которых дочери, я категорически осуждаю ситуацию, которая произошла в Николаевской области. Я осуждаю тех, кто это сделал, и тех, кто пытался покрывать. И если вы прочистите, господин Варченко, свои уши от бютовской пропаганды, которая серая там уже засела, вы услышите, что и президент сказал, что главная задача, чтобы не остался никто безнаказанный. Как будет, мы посмотрим. Все остальное у дел клоунов. Поэтому передаю вам дальше микрофон. Спасибо большое. Шановные участники митинга. Можно мы продолжим митинг? Пожалуйста, я выставлю. Спасибо большое. Давайте Михаил Маркович пообщается конкретно с тем человеком, у кого есть проблемы и вопросы. А мы продолжим наш митинг. Немножко в сторонке. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Не молчать. Я вообще ненавидные митинги не хочу. Вы понимаете, что он будет? Мне сильно застрадутся. По водам. Я могу. Я могу. Я могу. Я просто вам сказать что. Страна. Страну. Понимаете? Страну. Украли. Я не понимаю. А я вам скажу, что я не понимаю. А люди не стали. Украли. 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 А в чем у вас вопрос? В людей если где-то что-то происходит. Там выходит весь город. У нас вышло 100 человек. Мне за людей вот этих не стыдно. Мне стыдно за других. Которые сидят дома. И что когда с ними такое произойдет. У меня тоже дочь. Я хочу вам сказать, что каждый человек, нормальный мужчина, должен бояться за свою семью. Если мы хотим продолжить митинг, давайте передвинем это немножко ниже. Михаил Маркович будет общаться лично с человеком, у которого есть вопросы к Михаилу Марковичу. Если наш митинг продолжаем, а не Михаил Маркович в центре внимания. Пожалуйста, подбегаемся ниже к дворцу пионеров. Мы что-то не знаем, мы что-то не знаем, мы что-то не знаем. Подбегаемся сюда. Я не знаю. Мы будем продолжать митинг. Михаил Маркович сказал свое слово гражданина. Михаил Маркович сказал, что я два раза стартовитель власти. Один раз у меня украли, манита фондом случилась. Я на продолжение, через месяц ко мне пришли, попросили переписать это заявление, чтобы манита фонд потерялся. Второй раз у меня аэропропчистили в офис. И мне предложили такую комбинацию, чтобы обеярсь. Комбинация интересная, не интересная. Я говорю, вот что. Вы человек от ирна. Я не от ирна. Если ваша очевидная позиция заканчивается только бла-бла-бла, вы понимаете, что вы мне приносите? Вы мне говорят, что это как волна. Когда говорите про него. Серьезно. Я прошу вас. Вы державный человек. У меня обочий день закончился. Очень большое спасибо, что вы делали. Как человека, как мужчину, когда посмотрел лжа. Подбирать слова, когда со мной разговаривали. Так вы не подбираете. Вы людям в лицо. Я вас оскорбил. Я вас оскорбил. Я вас оскорбил. Я вас оскорбил. Сказали, что здесь собралось толсток лоуна. А это люди собрались активные. Которые платят вам за плату. Я вам не товарищ. Слава богу. Я не товарищ. Если вы варчите, то тогда вы варчите. А если вы не варчите, то я его назвал. Вы сказали, что собираются клоуны. Каждый раз постучать. Я не клоун. Я пришел сюда первый раз. Вы раздите, пожалуйста. Михалак, хорошо. Я хочу к вам на прием попасть. Ваши братья. Мы имели Костя, вирели Костя. Я хочу к вам на прием попасть. Ну телефон, как же я вас найду? Телефон напиши. Я уже сказала, что потом. Дольки за всем. Дайте. Давай. Вы можете поставить. Если вы хотите сказать, что ваша позиция солидарно с позициями и теми. Ребят, можно пройти? Можно пройти? Скажите, вы когда борщ варите, вы перед тем, как мясо сварились, кушаете? Да дайте закончиться. Там все пусть в Свеция пройдет. Нет, не проехал. Нет, не проехал. Предложение. Вашу позицию, позицию область Совета Харьковского Союза. Выразить в виде какой-то резервы, которая подойти наверх. Которая покажет ваше отношение к данному. Послушайте, да ни один человек нормальный, нормальный, с мозгами в голове, не выскажет поддержку тем, кто там совершил преступление. Ни один. Только такой же можно сказать. Вопрос в том, что Брадевка, это был индикатор состоянием. Послушай, эта система, это часть нашего общества. Оно больно. Больна милиция, больны суды, больна вся власть. Брадевка была индикатором. Выборами. Менять диалогом с обществом. Брадевка была индикатором. Индикатором состоянием. Но тебе как минимум в Николаевской области. Я вожусь в всей стране. Вот сегодняшняя, вот если можно сказать дискуссия, это не дискуссия все-таки была. Я могу дискутировать с людьми, которые переходят на откровенный акцент. Вопрос, да, я согласен. Хочу спросить просто. Это показывает, что отсутствует сегодня все-таки диалог между милицией, Владимиром и Владимиром. Вот я хочу. Давай мы сделаем собишем образ. Давай мы сейчас поедем в парк Горького. Или где у нас места массово... Места массового скопления людьми. Выводим на улицу. Нет, здесь временно собрались. А многие, я не знаю вас, не знаю этого молодого человека, но внимательно присмотрюсь, не бывал ли он раньше на митингах. А то он тут строит. Хорошо, не бывал, я буду очень рад. Так вот я хочу вам сказать, что половина людей больше не задаст ни одного вопроса, который был задан здесь. Мало того, 90% людей будут с улыбкой здороваться, сжать руку и говорить совсем о других вещах. Если завести с ними вопрос о ситуации в Аврадьевке, да, они выскажут свое мнение. Показывают свои требования об администрации, они не расходятся с моими. Я против, чтобы покарать негодяев, я за то, чтобы понесли наказание все, кто допустил, что они работали. А я уверен, что они первое там дело уголовное, которое они заслужили, за которое они служат наказание. Я думаю, там могут быть еще более тяжкие преступления. Но, что я здесь увидел сегодня, чем я ухожу? Часть свободовцев, часть бьютовцев, часть тех, кто приходит на все митинги исключительно против власти. За трамваи, за парк Горького. Я же не говорю, что здесь нет тех, кто пришел. Я и подошел. Я вообще не к одной парке. Вот и подошел к людям, которые пришли выразить свой пропис, против случившегося. Чтобы они услышали, что я разделяю многие точки зрения. Я против, как предлагают, что отрезать, оторвать и прочее. Самосуд ничем не хуже, чем то, что делали вот эти негодяи с этой девушкой. Ничем не хуже. Вернее, ничем не лучше. Это примерно то же самое. Я против того, чтобы заранее, как это делают, свободом забьют, вмешиваться и кричать. Расстрелять, повесить. Да пусть пройдет следствие, досудец. Пусть суд передадут, он будет открытым. Я надеюсь. Да давайте посмотрим, я же вам говорю. Не смешите. Мы можем создать идеальный мир, и будет один идиот один идиот. Сумасшедший, переклинись, луна не такая. Утром никто нам не встал, избил, убил и не забрал. Это что, повод, потом опять выделать? Вопрос, что еще другая система, его и администрация. О, так вот поэтому я и вышел. Если бы это был частный случай, я думаю, сама бы врать никто не поднялась. Если бы это касалось одной семьи, или бы случайно, это была система, и люди боялись, некому бежать. Прокурор покрывает. Жена главы районной администрации, выписываете тот диагноз, чтобы скрыть изнасилование. И к кому бежать? Я не защищаю там никого, я считаю, там должны быть наказаны все. Главы районной администрации, заканчивая милиционерам, которые дежурил тот день. Потому что они покрывали, что он уходил. Но я против вот этого политического шабаша, который вокруг этого... Я не права, я не права сейчас. Я не права сейчас. Прокурор, провести во всех роботах Украины все реализации. Не только в... Я иногда читаю. Один вопрос. Очень интересно попасть на кранковый вопрос. Во всех роботах Украины все реализации. А может быть подобной ситуации? Смотрите, я отпустил сейчас всех своих победителей. Дайте мне телефон одного... А, ты тут? Возвучая физическое, физическое состояние. Возьмите. Там очень горячий страх. Поэтому, послушайте, я вас ни за что не айти. Я не призываю вас рассказать. Я просто вышел сказать, что мнение руководителя, областной, государственной администрации, совпадают с мнением тех, кто не по политическим лозунам пришел сюда. Я против, не по политическим. Поэтому нас фикетировать не надо. Мы сами бы оторвали руки и ноги, если бы у нас это было, какое бы произошло. Один вопрос. Система прогнила? Ну, вы же понимаете, что вопрос риторический. Но я вам другой вопрос задам. Но она же прогнила не год назад, не два, не три, не пять. Но вы считаете, что она прогнила? А Лозинский, вы понимаете? Я хочу вам сказать. Сейчас вот эта ситуация стала определенным катализатором. Такого характера. Вот смотрите, я живу в городе Харьков. Я волею судьбы того, что здесь живу и по должности общаюсь с большим количеством людей. Отвечаю за все процессы происходящие. Авария, с меня спрашивают. Что-то случилось, с меня спрашивают. За отрезанную голову нет, уголовные преступления не входят в сферу моей ответственности. Так вот, происходит, что назначение, допустим, мы говорим по милиции, да? Милиция назначается вся по министерской вертикали, понимаете? И сюда приходят люди, работают. Влияние сегодня власти, ну, оно есть, потому что есть диалог с ним. Но оно не в плане контроля. Оно не в плане контроля за кадровой работой. Ведь, по большому счету, вам скажу, наказание должен понести не только глава райотдела, но и глава, и не только начальник областной милиции, там, чей сын там или кто там был, племянник. А что делал зам по кадровой работе? Да он обязан быть в райотделе, в каждом, хотя бы раз в месяц туда приезжать, смотреть, заслушивать, с людьми общаться. Мне приходят жалобы на действия сотрудников милиции. Я их расписываю лично. Что я делаю? То, что в моей компетенции, если эти жалобы носят, ну, такой, для нас удовольствуемый характер, мы можем вмешаться. Я расписываю на юридический департамент разобраться, дать запрос, почему. Если это вне моей компетенции, я обращаюсь к прокурору, и прокурор, видя письмо за мою подпись, ставит на контроль и мне отвечает. Мы обязательно сообщаем людям. То есть, к чему я говорю? Такая система контроля за жалобами, она же потом идет статистика и в райотдел. Если приезжает контролирующий начальник, работу личного состава, смотрит, а там на сержанта или кто там, старшего литеранта, дрижака, жалоба, 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 жалоба. Что? Иди сюда, парень, давай разберемся, что с тобой происходит. Так этого не было, я и говорю, что он должен понести наказание. Но он же не один, он же не исключительно. Это все система такая, правильно? Я не вперед начал, чтобы нам по 3 не было. А если на этом примере наказать тех, кто непосредственно насиловал, кто покрывал, кто пытался подделать диагноз. Ну, согласна, конечно. Тогда задумаются, тогда присмотрятся. Самое страшное, что может быть, это чувство безнаказанности. Вы должны понять, что это изнасилование и попытка убийства этой девочки у этих милиционеров, это не первое преступление. К нему нужно было прийти по более мелким. Совершил мелкое, не наказали. Раз посмотрел по сторонам, нормально. Совершил чуть больше, опять не наказали. И он дошел до такой степени, что он понимал. Не поймают. А если поймают, я откуплюсь. Или дядя позвонит, или тетя наберет. Поэтому это преступление вверх цинизма и безнаказанности людей. Это следствие безнаказанности. Я хочу вам сказать, мы специально статистику подняли. До сегодня по статье изнасилования в разы сократилось количество преступлений. В разы. Потому что люди перестали писать заявление. Не поэтому. Не поэтому. Это потому что наше общество стало более доступно и открыто. Благодаря интернету, благодаря неконтрольным фильмам, которые по телевизору идут. Благодаря... Так вот, я почему сказал за ситуацию в Харькове. 1 июня, когда собрались иностранцы на рынке Барабашова и вызвали нарез милицию по поводу преступления администрации, по поводу поборов. Люди ждали милицию. Восемь часов. В конце концов разошлись. Я им говорю. Я на рынке Барабашова, когда были митинги и прикрывали дороги, был неоднократно. Я вас слушал. Послушайте меня, мать. Я говорю, давайте решать цивилизованно. Люди вызвали милицию. Милиция по указанию не приезжать, не приехала опердруга. В следующий раз люди будут ждать милицию или нет. Они будут сами зажигать. Будут те же самые события. Я не могу со словом сказать. Истерой дел покрывал преступления. И тупо. Четыре вызова были. Не приезжала милиция на милицию. Это тоже просто. Милиция не приезжает. Это угрозно. Должны быть рычаги, Михаил Марк. Это угрозно. Нет, нет. У администрации областной должны быть рычаги влияния общественные и так далее. Контроля за ними. После ситуации, которая поражала Николаевская область, начали поднимать вопрос разделения милиции на уголовную. Это уголовный блок и обоп. И на милицию по общественному порядку. И та, которая следит за порядком на дороге. Появилось сегодня. Это давно обсуждалось, но сейчас как бы жизнь подталкивает. Передать милицию, ППС и по общественному порядку, ГАИ передать на назначение и на утверждение в областные районы администрации. Но это изменение многое поменяет. Это изменение закона. Это внесение многих законов, изменить другие законы. Ребят, это не простой. По крайней мере, я посещаю районы. Система сожрёт, если вы не будете сейчас что-то делать. Занимайте своими делами. Я своими делами занимаюсь. Минтов прокроют всем несутям. Как, кого? Никто не виноват. Тех, что там... Наши, в хадька пусть я. Значит, да пусть разберутся. Они пока дома. Кому их отдавать нужно? Там идёт и судебная сведшая. Разберутся и... Нет, они не виноваты. А чём они виноваты? Они подозревают. Вот, такого судейского, который пьёт по кабакам, он и не зумит. Там ещё разобраться надо. Поэтому милицию никто не защищает. Да нас все люди. Да, выкина и на мировой. Видите, как любит и ненависть один шаг. Здесь и рвают, здесь... Смотри, я не защищаю судей. Но я хочу вам сказать, изначально я имел такую же точную ярость, как и вы. За то, что ребят, которые приехали по вызову, милиционеров, задержали. Но я потом внимательно посмотрел видеокадры с камерой наблюдения. И что я увидел? Вышел человек из ресторана. Подошёл к группе людей. Начал с ними разговаривать. Это были белгородцы. И было человек 6, он был один. Подождите, ну подождите. Сзади, сзади. Так если вы смотрите, вы тогда мне задавали бы вопрос. Сзади стоял какой-то парень. Не участвовал в разговоре. Потом подошёл и ударил практически сзади. Этого судьи. Он упал. После того, как он упал, он не успел подняться. На него навалились охранники заведения. Придавили коленом голову к асфальту. И наступили на ноги. И продержали его, пока не приехала милиция. Когда приехала милиция, она этого распластованного человека подняла, пшикнула баллоном, одела наручники и посадила. Я, знаете, как вам скажу, я тоже люблю выпить. И пиво в том числе. Я не считаю, что если я совершу преступление, если я пойду в ресторан после работы с друзьями выпить кружку пива. Если милиция превысила полномочия, то какая разница? Если это судья, это плохо. А если этот парень с ним поступили, то это... Тогда милиционерам нужно было судить. Неважно, судья он или не судья. Там разберутся. Самое главное, что ребят выпустили из тюрьмы. Они сидят дома. Они не могут влиять на ход следствия. И разберутся. А вы теперь нас перейдите за метро. Пускай сделает нормальный метро.